Всем привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня у меня тег. Тег, который я посмотрела на канале у Amy из канала Amy's World of Fragments. Подписывайтесь на меня, я вам буду рассказывать об этом. Итак, я посмотрела канал Amy, увидела этот тег, прекрасный тег. Посмотрела, что имела сказать Amy по этим вопросам. Поэтому, линк на канал Amy, линк на видео Amy вы найдёте в инфобоксе. Но это не тег Amy, это тег Roxanne из канала Roxanne's Retreat. И тоже канал, линк на канал, линк на видео вы найдёте в инфобоксе. Они вещают на английском языке, поэтому если вам он понятен, если вы его знаете, проходите, подписывайтесь, смотрите их. У Amy очень много видео практически о нишевых ароматах. У неё очень много классных нишевых ароматов. И у Roxanne у неё интересное видео, там топ таких ароматов, топ всяких. В общем, проходите, подписывайтесь, смотрите на Damm. Они очень интересно рассказывают об ароматах. Итак, вопрос. Какой твой любимый цвет? И, в общем, надень свой любимый цвет, чтобы немножко было твоё персоналия видно через твою одежду. Я перевожу эти вопросы, поэтому немножечко будет косноязычно. Значит, красный цвет. Красный цвет – это мой любимый цвет. Он был моим любимым цветом с тех пор, как я была маленьким, неговорящим, лысым ребёнком. Поэтому только красный. Для меня существует только красный цвет. Типа, любимый. Потому что у некоторых людей у них есть там... Да, я люблю красный, я люблю жёлтый. Я вообще люблю все цвета. Все цвета, всю гамму. Но мой любимый цвет – это красный. Я люблю красный, оранжеватый, красный, более холодный, красный такой, красный сакой. До тех пор, пока это красный, я его люблю. И на мне такая блуза с ледным боковым в горошек. Апуа. Так, далее. Второй вопрос. Откуда ты? И вот это вот очень, очень всегда сложный вопрос, потому что у меня в голове, да, что сказать, что сказать. В общем, я родилась в Украине. И я оттуда переехала в Финляндию. Я две трети жизни прожила не в Украине. Вот. Но, ну, то есть, кто-то говорит, ну, тогда, если ты там прожила столько лет в Финляндии, тогда ты из Финляндии. Если, где я родилась, я не родилась в Финляндии, я родилась в Украине. Скажите, какой аромат любит ваш партнёр на вас? Нет, партнёр, у меня есть муж. И я спросила у него, и что-то он, знаете, отошёл на такие размышления. Я люблю там, чтобы аромат пахнул так, пахнул так. Я говорю, нет, конкретно бутылка плюс жидкость в бутылке, что тебе нравится. И нужно сказать, что ему не нравится большинство этих ароматов, которые у меня есть. Но мне всё равно, потому что ароматы я ношу для себя, а не для него. И он говорит, ну, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, такая розовая, розовая. Короче, вот. Розовая это вот это. Это Very Irresistible от Givenchy. Это аромат, это не эта бутылка, но это этот аромат, который он мне подарил, когда мы были с ним на, в круизе, круиз на сутки с Финляндии до Швеции. Там есть Beauty Free, вот там вот мне он его и купил. Вот этот вот, вот этот вот аромат. Значит так, следующий вопрос. Какой ваш любимый дизайнерский дом на данный момент? У меня спрашивают иногда, что такое дизайнерские ароматы. Дизайнерские ароматы, это то же самое, что люксовые. Люксовые или дизайнерские? Givenchy дизайнерский, люксовые, Dior дизайнерский, люксовые. Хотя Dior, у них есть линейка нишевых тоже ароматов. Ну то есть вот, всё то, что вы можете заменить словом люкс, это и дизайн тоже. Так вот, я тут немножко считила, потому что у меня здесь два дизайнерских вот этих дома. Первый это Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier я люблю всегда, под любимыми соусами. Даже несмотря на то, что... Вот, кстати, об этом аромате я оставлю линк внизу в инфобоксе на этот аромат. Это аромат 24-го года, который с фигой. Да, если вы слышите, что я как-то странно разговариваю, у меня была температура, насморк, все-все вот эти приятные дела. Именно поэтому я и не сделал видео на среду, я просто не могла это сделать физически. Поэтому я буду отвлекаться на мою чашку с водой иногда и разговаривать так, как я разговариваю, по-другому не могу. Так вот, видео есть на этот аромат, я оставлю внизу в инфобоксе. И это мой любимый дизайнерский дом. Даже несмотря на то, что иногда бывают такие случаи, например, как с ароматом Мадам. Вы помните их аромат Мадам? Мне он совершенно не понравился. Я не полюбила этот аромат, мне он не понравился. Он не хороший, не красивый для меня. И на мне, но это не на сколько, не на йоту, не умолило мою любовь к этому дому, к этим ароматам, другим ароматам этого дома. Для меня это даже как бы не было даже какой-то мимолетным каким-то минусом. Просто так случилось, что они сделали аромат, с которым у меня не было никакого вайба. Мы с ним не сошлись с характерами, вот и всё. Ещё один дом, который мне очень-очень нравится. И я люблю аромат этого дома. Смотря на то, что последний аромат, который они сделали, это вот интенсивная версия вот этого Godess. Это Барбари Godess. У меня есть видео, я тоже оставлю его внизу. И, пардон, мне нужно выпить воды. Так вот, последний аромат Барбари Godess Intense, который они сделали. Мне, в принципе, да, аромат понравился. Я не могу сказать, что это какой-то плохой аромат. Если мы его берём отдельно, он мне понравился, но не как фланкер этого аромата. Так вот, Барбари. Мне кажется, что у Барбари у них очень удачный аромат. Они всегда стильные, они всегда красивые, они всегда сдержанные. Да, у них есть вот этот вот Барбари Хёр, который... 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 Который был сделан вот на гребне волны, когда вышел Бакараруш. Там что-то есть какое-то похожее на Бакара. Это не одно и то же. Ну, как там вот кому-то кажется. Вот. В принципе, вся эта линейка, я не могу сказать, что она какая-то очень сильно удачная. Но, тем не менее, этот дом мне очень нравится. Все их ароматы. У меня их было много. У меня их есть много. Они все удачные. Они все хорошие. У них всех очень уютно, очень комфортно. Как мне кажется. Следующий. Тот же самый вопрос, только какой ваш любимый нишевый дом на данный момент. Ну, если мы берём прям вот данный момент, данный момент, прям данный момент. Ну, это нужно было повторить три раза. Это вот Аквадепарма. И это Фикодиамальфи. Фикодиамальфи – это вообще этот аромат, который мне нравится очень сильно. Это фига. Фига. Амальфитанская фига. И мне очень нравится вот эта вот линейка их Blue Mediterranean. Потому что она вся такая цитрусово-цветочно-фруктово-немножко такая травянистая. В общем. И неправда, что эти ароматы, они хороши лишь летом. Потому что у них есть, например, Мирту де Панерея. И у них ещё есть Чипресо де Тоскана. И вот этот Чипресо де Тоскана, он вообще супер классный. В зиму, в холод, в мороз. Он просто прекрасный. Ну, то есть, вот эти вот синие вот эти штуки, они просто более прямолинейные ароматы. А так они мне очень-очень нравятся. И вот опять у меня с этим ароматом, с фигой, начался какой-то прям запой, если так можно сказать. В общем, очень нравится, очень его люблю. Это уже у меня второй флакон вот этой фиги. Поэтому, да. Аквадепарма. Значит, сколько стоит твой wish list? Wish list, если кто не знает, это список желаний. Список парфюмерных желаний. Так вот, wish list у меня нет. У меня никогда его не было. Я не планирую его делать. Я знаю, что очень многие люди имеют wish list, например, на фрагрантике. Там прям список всех ароматов, которые они хотят. У меня, например, если есть аромат, который мне нравится, я его вот сюда, его куда-то у меня уходит вот сюда. И я просто помню, что этот аромат, который мне нравится, мне бы его хотелось в свою коллекцию. Мне бы хотелось его носить. Поэтому, когда я его вижу по какой-то скидке, по какой-то там промо-акции, либо там что-то я его вижу где-то очень-очень как-то выгодно, я его просто беру и покупаю. То есть, я просто помню о нём. То есть, классического wish list, когда там тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, вот у меня такого нет. У меня есть не то, что это wish list, просто, опять же, я помню, есть, например, там 5-6-10 ароматов, которые мне бы хотелось протестировать, потому что они ещё новые, они ещё не вышли. Либо они уже вышли, но ещё не здесь. И просто это желание протестировать ароматы. Ну, конкретно вышли, вышли, стал мне, нет. Пардон. Какой, от какого парфюмерного дома ты бы хотел получить пиар? Люди, от любого. Потому что мне никто ничего не присылает. И мне бы очень хотелось протестировать многие ароматы, до которых я не могу ни дойти, ни доехать просто потому, что их нет. Их нет. И, конечно же, быть в курсе каких-то новинок для того, чтобы даже потом просто рассказывать о них на канале. Причём это даже не должны быть какие-то полные флаконы. Это всегда плюс, это всегда классно. Поэтому я не могу сказать, от каких бы домов. Да, вообще ничего не приходит. Поэтому всё welcome. Если кто-то хочет что-то присылать, пожалуйста, присылайте. Следующий вопрос. Назови какого-нибудь микроинфлюенсера в парфюмерном комьюнити, которого ты смотришь, у которого меньше, 2000 или меньше подписчиков. Я зачитаю сразу же ещё один вопрос. Какой инфлюенсер на тебя оказал наибольшее влияние? Какой-нибудь парфюмерный инфлюенсер? Я начну со второго вопроса и потом плавно перейду к первому вопросу. Значит, у меня есть свой нос, у меня есть свои глаза, свой мозг и самое главное понимание того, что мне нравится в ароматах. Поэтому инфлюенсеры на меня не инфлюенсят абсолютно. Особенно, когда это происходит в рамках покупай этот аромат, это то, что тебе надо, это изменит твою жизнь радикально. Я вот в эту вот хрень вообще не верю. Просто есть Sebastian, The Perfume Guy, которого я смотрю с большим всегда удовольствием. Пардон, мне нужно выпить. Вот, кстати, чашка, посмотрите на эту прелесть. Я смотрю его всегда с большим удовольствием. У него всегда очень классные структурированные обзоры. И самое главное, у него очень много новинок, новые ароматы, которые приходят. Иногда их даже еще нет нигде, а у него они уже есть. И поэтому мне всегда интересно слушать. Ну, у него практически всегда это ниша. Но мне про нишу тоже интересно. Несмотря на то, что, в принципе, если я могу выбрать ниша или люкс, я всегда выберу люкс. Но это, скорее всего, даже еще обусловлено тем, что исторически мне до ниши всегда было сложнее добираться. Потому что у нас ее просто не было. Поэтому всегда была концентрация больше на люкс. Поэтому вот, он мне очень-очень нравится, видео. Вообще, я больше сейчас, конечно... У меня есть друзья на ютюбе, которые парфюмерные, которые делают видео о парфюмах. Но я их уже больше воспринимаю не как парфюмерные блогеры, а просто как друзья, с которыми мы иногда в инстаграме переписываемся. Даже иногда о других вещах. Просто не о парфюмах, а просто вообще о другом. И кого ты смотришь, у кого до 2000 подписчиков, я не знаю. Я не так часто смотрю других людей о парфюмах. И уж тем более я не знаю, у кого сколько подписчиков. Потому что иногда некоторые каналы просто не пишут, сколько там их. Вот. Дальше. Следующий вопрос. Это ваш любимый парфюм, который вышел в 2024 году. И у вас должен быть полный флакон. Я не могу сказать, что это мой самый любимый релиз 2024 года. Потому что до конца 2024 года еще сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Еще 4 месяца, за которые еще не просто могут, а выйдут новые ароматы. Поэтому не говори губ. Да? Пока еще не перепрыгнул все это дело. Поэтому может быть еще что-то интересное и выйдет. Вот. Но я могу сказать, что вот то, что стоит передо мной, на что я смотрю, это совершенно точно самый мой ожидаемый релиз. Хотя у меня есть другие ароматы, которые вышли в этом году. Вот. Например, даже вот этот вот Absolute от Jean Paul Gaultier. Это аромат, который вышел когда апрель, апрель-май. Это вот этот вот. Kevin Klein One Essence. И я его со всех сторон сейчас тестирую. Потому что я очень люблю Kevin Klein One. Я люблю этот аромат очень долгие годы. Я его ношу очень долгие годы. Десятилетия, люди. Этому аромату в этом году 30 лет. Kevin Klein One классическому. Именно поэтому они сделали вот этот вот новый аромат. Kevin Klein Essence. Такую типа более модерновую версию. Такую вот этого аромата. Потому как только я его увидела, что он есть. И я его увидела, что он есть в двух размерах. Есть 50 миллилитров, есть 100 миллилитров. Я купила вот этот вот 100 миллилитров. И вот сейчас его с разных сторон нюхаю, обнюхиваю, тестирую. Чтобы вам полную картинку рассказать, доложить. Вот. Поэтому это вот, да. Это для меня был самый, скажем, ожидаемый релиз вот этого года. Дальше. Последний вопрос. Это какие изменения бы вы хотели видеть в парфюмерном комьюнити? И здесь не то, что изменения. Потому что я понимаю, что никаких изменений не будет. Я, например, даже не за то, чтобы там все парфюмерные блогеры знали друг друга в лицо. Потому что, ну, давайте говорить объективно. Мы все разные люди. И нас единственное, что объединяет, это то, что мы рассказываем про парфюмы. Вот всё. Совершенно разные люди с разными жизнями, с разными интересами. Поэтому нет надобности нам знать, как зовут каждого человека, быть в дружеских отношениях. Я не считаю, что это нужно. Но что нужно, что нужно, это, мне кажется, понимание того, что даже несмотря на то, что мы, в принципе, мы делаем одно и то же дело. Мы разговариваем, рассказываем, делимся своими впечатлениями о парфюмах. И мы это делаем вот, иногда даже об одном парфюме с разных сторон. Я вижу, что у многих людей недостает одного очень важного такого, знаете, кирпичика вот в эту всю стену ютюбовскую. Многие люди не понимают либо отказываются понимать, что мы друг другу не соперники абсолютно. Потому что тот человек, а я до того, как я начала сама рассказывать на ютюбе об ароматах, я сама долго очень смотрела видео про парфюмы, про косметику, про это всё. И я, как человек, который смотрящий человек, смотрю каналы, у меня есть один неоспоримый, одна такая мощь, которая у меня есть. Это то, что я могу подписаться на любое количество каналов. Почему-то многие люди думают, что это борьба. Должна быть постоянно какая-то борьба за подписчиков. Подписчик — это человек, который, если увидит твоё видео и ему оно понравится, он на тебя подпишется. Но он может подписаться и на этого человека, и на этого, и на этого, и на этого, на 50 тысяч любых других разных каналов. Потому что, к счастью, у подписчиков нет, у них нет, например, у нас 10 подписок на год, и мы должны быть очень селективны в том, кому мы эту подписку отдаём. Нет. Человек может подписаться за один день на 300 тысяч каналов, если ему это захочется сделать. Поэтому простое понимание того, что блогер блогеру не волк, не какое-то, знаете, это не соревнование со подписчиков, а просто это рассказывание своей точки зрения о парфюме. Вот и всё. Это, например, облегчит жизнь очень многим. Потому что иногда вы просто слышите, видите, чувствуете вот это вот, какой-то нервозизм такой. Потому что, например, если вы развернёте инфобокс, вы увидите, что я дала ссылку на канал Эйми, дала ссылку на канал Роксаны, именно потому что я про них рассказываю в этом видео. И для меня совершенно никакой проблемы рассказать о них, потому что я считаю, что это два интересных блогера. И мне радостно, если кто-то ещё, кроме меня, узнает о них, если вы о них ещё не знаете. Посмотрят их, потому что у них классные видео. И, возможно, вы подпишетесь на них и расскажете ещё кому-то. То есть это хорошо. В этом нет ничего плохого. Это не реклама другого человека. Ну да, это реклама другого человека, но это нормально. Я считаю, что это нормальная вещь. Для некоторых людей, для них просто как-то сложно сказать, что вот это видео я увидел у того, у того, у того. Ну, я не знаю. Это, наверное, просто они в себе чувствуют, что они должны быть в соревновании. Или они в соревновании. Хотя, на самом деле, YouTube – это не соревнование блогера с блогером. И следующая вещь – это уважение к мнению других людей. Иногда, когда я делаю, например, видео о каком-то парфюме, и скажем, да, мне парфюм очень понравился, у меня такое эйфорийное какое-то видео, что мне парфюм понравился, и мне приходит комментарий, да, что ты говоришь, парфюм – полная хрень, да. И приходит ещё один коммент, что, ты знаешь, парфюм мне не понравился, потому что так, 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 и так, и так, и так, и так, и так. И я негативные комментарии о парфюме, я их никогда не убираю. Потому что я считаю, что у человека, который видит видео, который слушает видео, у него должна быть информация полная. Мне аромат честно очень понравился. И если он мне понравился, я об этом рассказываю. И если кому-то он не понравился, и самое главное, этот кто-то заморочился, написал комментарий объективный, полный, что мне, например, не понравился, потому что на моей коже, либо в том климате, где я живу, либо, возможно, я, просто моя кожа не дружит с этим ароматом, он с меня слетает через 5 минут, я не понимаю, почему у тебя стойкость 10 часов. Просто вот рассказал вот эти все штуки. Это очень важно. Это важно для человека, который смотрит видео. Для него важно понять, что, например, мне понравился аромат, но есть тот человек, кому не понравился. Значит, я, смотрящий тебя, должен понимать, что, возможно, у меня не будет, как у тебя, у меня будет у того, как у того, кто написал этот комментарий, что, возможно, мне не понравится аромат, и я должен это знать. То есть, это одно. И второе, уважение к мнению других людей, что, нет, ты не права, этот аромат не такой. Этот аромат такой для меня. Для тебя он другой, и я ничего с этим не могу поделать. У нас разные носы, у нас разные вкусы, и это нормально. Потому что, если бы у людей были одинаковые вкусы, если бы у нас были одинаковые предпочтения, то мы бы ходили все строем и одеты в бело-черную форму, как пионеры. И это было бы ужасно. Поэтому это хорошо, что у нас есть разные вкусы. Просто об этом нужно уметь докладывать тактично. И самое главное еще, мне кажется, что людям нужно понимать, что, например, если мне не понравился какой-то аромат, который нравится им, это не атака на них, как на человека. И это не атака даже на парфюм. Это простая конституция факта, что мне не нравится этот парфюм. И если кому-то этот парфюм очень нравится, я всегда очень рада, что кто-то нашел для себя в этом аромате что-то хорошее. Потому что я там ничего хорошего вообще не нашла. Если вы там нашли, я за вас очень рада. Искренне. Поэтому уважение к мнению других людей. И не нужно думать, что... И, кстати, иногда мне пишут, вот тебе понравился аромат, а мне, к сожалению, нет. Извини, если я так пишу. Во-первых, я этот аромат не делала. Поэтому мне совершенно все равно. Мне жаль, что тебе он не понравился. Но я этот аромат не делала. Я не получаю дивидендов от продажи аромата. Поэтому мне жаль, что тебе не понравился этот аромат. Но именно на вот таком уровне. Поэтому не нужно писать, что извини, но мне аромат не понравился. Окей. Значит, откладываем его. Идем к следующему. То есть здесь не может быть извини. Мне он понравился, тебе нет. Друзья, как и раньше. Абсолютно. Честное слово. Вот. Короче. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите свои мнения внизу в комментариях. Я вам желаю хорошего дня. Замечательного воскресенья. С вами мы увидимся в следующую среду. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok